Холод в домах. Жители авиагородка жалуются на слабое отопление в квартирах. Основной причиной является работа местной котельной. Также людей волнуют вопросы водоснабжения. Эти и другие наболевшие проблемы были озвучены в ходе отчетной встречи с населением Акима-Астанинского района. Дорогие из Магомбетовой. Холодные батареи и нерешаемая в течение трех лет связанная с этим проблема. Жители авиагородка подчеркивают, что им обещали новую котельную на вопрос по виз в воздухе. Жители в общей сложности 17 многоэтажек мерзнут в своих квартирах. Новую котельную. Все камни падают на пощука Степана Петровича. А он один в поле не воин. Что он один может сделать, если власть не помогает. Трансэнергия не помогает. А плату с нас берут полную. Понимаете, в полном объеме. А тепла нет. Старая котельная не выдержит нагрузки. Но вы обещали. Обещали уже три года, как обещают. Вот это самая такая больная тема. Очень просим нашу власть, Трансэнергия и нашу власть, чтобы помогли с теплом, с котельной. Пускай построят новую котельную для авиагородка. Восстановили все три котла там. Теперь, наверное, уже в следующий сезон мы рисковать не будем. Сейчас Ахтубес Оэнерджи нам заявку делает на баланс Трансэнергия. Я думаю, понятие новой котельной, конечно, само не строение, а вот котлы, наверное, новые поставим. У нас была такая ситуация. Новые котлы закупим, наверное, по новому установим, потому что действительно уже износ есть там. На следующую зиму мы уже в этом году примем решение и за летний сезон приведем соответствие. Волнуют жители жилого массива и ряд других инфраструктурных проблем. Особенно негодуют владельцы участков садоводческих коллективов, где нет многих благ цивилизации. Куда же без этого вновь поднимаются вопросы плохой работы общественного транспорта. У нас проблема с водой, электричеством, газ вопрос решен, детская игровая площадка и общественный транспорт. Нам обещали, несколько бумаг дали, что через каждые 15 минут будет ездить автобус. Нету. Если есть, там битком набиты, как селедка. А во время пандемии это страшно было? У нас там пола бумаганда. В областном центре свыше 300 садоводческих коллективов. Мы хотим переделать их статус под индивидуальное жилищное строительство. После чего начнем решать актуальные проблемы, с которыми люди сталкиваются. Это касается основных благ цивилизации, в частности воды, дорог и так далее. Что касается работы общественного транспорта, перевозчику даем поручение часы пик, утром и вечером наладить работу автобусов и сократить интервал. А днем можно соблюдать 30-ти минутный интервал. Отдельно октябрьский городоначальник остановился на вопросах открытия детских агоровых площадок, благоустройства и мест отдыха горожан. Более привлекательный хотели сделать сам парк авиагородов. Рекреационные зоны мы будем восстанавливать. Около 15 мы хотим дополнительно, эти променады. То есть, чтобы население имело возможность шаговой доступности отдыхать. Поэтому там, вы видели, наверное, в этом году мы его содержали, было чисто. Там были строения, мы их полностью снесли, почистили. Также Асад Шахаров отметил, что в текущем году продолжится практика асфальтирования дворов. Объемы работ по сравнению с прошлым годом увеличатся в пять раз. Николай Сырбов, Галымжан Урынов, телеканал Актубе.